Американского журналиста и ведущего телеканала NBC Брайана Уильямса уличили во лжи, когда он рассказывал о своей работе в Ираке. История началась с ужасного случая, который произошел более десяти лет назад во время войны в Ираке. Два из четырех наших вертолетов были подбиты с земли, включая тот, в котором находился я. Серьезно? По нам стреляли из РПГ и АК-47. Нашу съемочную группу спасли и впоследствии охраняли солдата мотопехотного взвода 3-й пехотной дивизии сухопутных войск США. А вот и нет. Ничто так не губит добротный сюжет о войне, как рассказ непосредственного участника. Этот сюжет погубил солдат Вооруженных сил США. В Фейсбуке Лэнс Рейнольдс призвал журналиста к ответу. «Не припомню вас на своем вертолете», – написал он. Зато помню, что вылетели в Кувейт снимать репортаж о боевых, в кавычках, действиях для вечернего выпуска новостей. За досадный провал в памяти, каковым его преподнес журналист, хотя непонятно, как кому-то могло показаться, что в его вертолет попала ракета, Уильямс извинился не только в Фейсбуке, но и в прямом эфире. «Я хочу извиниться. Я говорил, что был на борту вертолета, сбитого из РПГ. На самом деле, я был на борту другого вертолета, идущего следом. Мы все приземлились после этого инцидента». Поздновато для извинений, но это небольшая ложь, ничто по сравнению с тем чудовищным враньем, которое распространяли NBC и другие СМИ, чтобы оправдать вторжение в Ирак. Продолжение следует...